На количество детей мы получаем только за группы, и государство нам оплачивает в этом году только 57% от того, что нам надо. Остальное самоуправление. А самоуправление где может, а где и не может. Для сравнения, в общеобразовательной школе один ученик обходится в 670 латов в год, в музыкальной школе 335 латов, а спортивная может на него потратить лишь 114 латов. Однако многие депутаты даже сегодня, в день первого чтения бюджета, были не в курсе, чего хотела эта толпа взволнованных людей и старались стороной обойти пикетчиков. Я пока еще ничего не думаю, я не знаю, по какому вопросу этот пикет. А ведь еще весной совет директоров спортивных школ направил депутатам Сейма письмо с изложением своих требований, которые парламентская подкомиссия по вопросам спорта перенаправила затем в правительство. Безусловно, с требованиями совета директоров знаком и Национальный совет по спорту, который возглавляет господин Домбровский. Последнее, что мне известно, наш премьер поручил Министерство образования изыскать средства в рамках уже выделенного бюджета. Дошли пикетчики и до Минобразования, громко вызывая подряд то министра, то госсекретаря, то главу департамента спорта. Министр пригласил митингующих обсудить ситуацию, однако итог переговоров не слишком обрадовал митингующих. В перспективе удовлетворить требования тренеров по государственному финансированию в размере 80% удастся предположительно в 2014 году. А к следующему году Минобразование старается изыскать дополнительные 500 тысяч латов, чтобы, по крайней мере, зарплата тренеров не снизилась. Участникам пикета ничего не остается, как рассчитывать на здравомыслие политиков. Иначе кто тогда поедет на будущие Олимпийские игры отстаивать честь страны? Татьяна Коваленко, Айнарс Крауклис, Первый Балтийский канал.